Утром 12 октября уезжаем из Флоренции в Ливорно на поезде. Пока ехали около часа в поезде, интересную картину пришлось наблюдать. В вагон зашел гармонист. И начал играть довольно известную итальянскую мелодию. Сыграв один куплет, ненавязчиво стал просить денег. Это мне напомнило времена перестройки, последних лет СССР, когда будучи в командировках, мне случалось ездить в электричках до Ленинграда. Ностальгия своего рода. Мы в Ливорно. С транспортом все легко и просто. В автомате легко можно купить билеты на автобус. Едем на море посмотреть. Красота. Люди еще загорают и купаются. Можно бесконечно долго рассказывать про историю Ливорно. Семья Медичи имела огромное влияние на этот город. Ливорно посещал со своей армией Наполеон Бонапарт. Все эти рассказы займут много времени и, возможно, будут утомительны. Но несколько моментов, связанные с Ливорно, все же хочется рассказать. Вот, например, в конце мая 1772 года, в районе порта Ливорно был уничтожен русский фрегат. Святая Варвара. По приказу графа Орлова, старый фрегат набили порохом и обстреляли с других кораблей русского флота. Раздался взрыв, и судно эффектно загорелось. Пожар вызвал большой интерес среди собравшихся на берегу зевак. Все это было устроено для того, чтобы германский пейзажист Якоб Филипп Хакерт нарисовал вот эту картину практически с натуры. Искусство требует жертв. Погуляли по набережной. Вкусно поели. Поехали вселяться в гостиницу. Во время Второй мировой войны Ливорно сильно пострадал. Многие здания были разрушены. В основном то, что сейчас построено, построено уже после войны. Еще одна душераздирающая история случилась в Ливорно. Романтической историей любви, окончившейся трагедией. Завершилась она в Санкт-Петербурге в конце 18 века. Об этой истории написано много сочинений. Многие из них явно являются вымышленными. Большинство образованных людей, она известна по картине. Константина Флавицкого, княжна Тараканова. Хотя сюжет этой картины тоже вымысел художника. Света нет. А, карточку суну так, дай сюда. С детства нравилась картина Николая Гея. Закат на море в Ливорно. Никогда не мечтал увидеть Лигурийское море. Но все в жизни бывает. Жалко, что не искупался. Пока любовался закатом на море. Стемнело. В октябре темнеет рано. Ураль Субтитры создавал DimaTorzok Посетили прекрасный ресторан на берегу моря, вкусно поели, выпили чудесного белого вина Вино было изумительное, я даже не ожидал Прекрасно провели день, а завтра едем в Пизо Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok